друзья всем привет сегодня вы где на канале оля куховари подписывайтесь ставьте лайки обязательно нажимайте на колокольчик сегодня мы будем готовить вареную картошку привет спасибо отработал ставочку вы подписывайтесь и лайкайте сегодня мы готовим молодую картошку как раз будет сезон в разгаре я знаю что все готовят наверное со сметаной и укропчиком с маслом сливочным наверное да любите это медь я сегодня предложу свой вариант на растительном на оливковом масле картошку я уже почистила рецепт очень простой но очень-очень свежий отличается вот от той сливочной хотя я тоже люблю это особенно когда мама не жалея то есть сметаны окна кидая и так помните картофель помещаем погружаем холодную воду да кто-то в комментариях спрашивал почему именно в холодную еще раз объяснять для вас это все работа крахмала если мы картофель помещаем в горячую воду то крахмал как вещество реагирует на нее на высокую температуру и сразу же схватывается да вот в оболочке картофеля и это мешает проникновение вот температуры воды и равномерному приготовлению картофеля тогда он сверху начинает разваливается отходит крахмал внутри он еще не доготовлен вот поэтому мы помещаем холодную воду он потихонечку начинает воздействовать она холодная вода на на крахмал равномерная проготовка идет и кипение у нас должно быть такое по мирным украинской много как сказать умеренное кипение да ни в коем случае картофель не должен бурлеть вылетать поэтому потому что это тоже работа крахмала не в нашу сторону потом идет теперь это все понятно кулинария это тоже химия и физика ее нужно знать эти маленькие детали для того чтобы быть профессиональным вот картошка лежит красиво на высокой температуре ждем пока она закипит а потом ее уменьшаем чтобы кипение было маленьким пока варится картофель тем временем мы приготовим соус заправку мой такой ноу-хау лайфхак для картошки обязательно конечно же используем укроп потому что в моем понимании молодой картофель без укропа это уже это другая история сочетание двух этих продуктов пахнет летом говорит о лете не нужно себе в этом отказывать вот я нарезала крупным куском обязательно укроп помытый ароматные из базара наш местный хороший у меня кутер вы можете сделать это погруженным блендером кстати и добавляем теперь такой слегка остренький зеленый перец если вы любитель острых ощущений то добавляйте чили тоже зеленый чтобы мы придерживались одной цветовой гаммы и не было у нас то что-то чими-чури не гриша это вообще известный соус мексиканский пух как-то чистильщик гороха покупаете теле или когда уже его купили да никогда нельзя сказать сколько нужно 20 грамм 10 грамм там на мизинчик и на ногах ну размером сколько давайте обязательно нужно попробовать кусочек и понять насколько он острый или не острый у меня такой слегка остренький поэтому я добавлю 2 а то даже и три это украинский и он такой не до не до чили можно себе позволить и кстати запомните что если вы добавляете семечки из чили перца то это придаст еще большей остроты обязательно их вычищайте и только потом добавляйте в блюдо прекрасно на канале уже третий рецепт картошки идеальное пюре у меня кстати есть другое пюре очень быстрое могу поделиться если вам интересно то тоже принципе быстрая классическая есть уже есть жареный есть жареный картофель да такой с маслом настоящий но иногда можно себе позволить мы дома в деревне с родителями иногда кайфуем так на ужин когда сильно поработали физически на огороде или с пчелами потом мама чит такую картошку или на смальце или как у меня на сливочном масле не мелькай пожалуйста люди пишут в комментариях потом посторонние личности в кадре вот добавляем молодой чесночок тоже все я даже в рецепте давайте внизу напишу просто ингредиенты а вы уже по своему вкусу и будет добавлять кто насколько много его любит и может взять на себя и добавляем сок лимона обязательно вот кстати у европейцев у французов отчасти у них есть такой прям классический салат из картофеля они отваривают просто картошку и заправляют ее растительным маслом уксусом горчица и зеленым луком то есть вот эта кислинка картофель кислинку картофель на самом деле любит ой семечки посыпались это же для своих можно она перебьется семечках что-то у нас пектин хорошую щепотку соли конечно же картофель мы тоже присаливали и сейчас я добавляю немного масла у меня оливка в этом второго джима можете просто растительная куча страшного или какое любите и важно не перебить это все в кашу а делать это такими импульсами на движениями останавливать кутер или блендер ваш для того чтобы не в кашу превратилась а чтобы так порезала на кусочки и у нас было все текстурно и фактурно скажем так на максимум или опять-таки остановили оля если нет блендера это возможно как-то вручную тогда лучше знаешь чем в ступке тоже нарезать и достаточно мелко но чтобы ароматы вот раскрылись нужно какое-то механическое прямо воздействие не просто тонким ножом нарезать да и перемешать ложкой а именно разомять и раскрыть чтобы все все эти поры дам укропа чеснока и перца раскрылись сок чтобы вышел обязательно и результат в принципе будет такой же немножко больше силы конечно чем кнопочку понажимать но главный результат поля что у меня есть вопрос пенку с картошки надо собирать смотри пенка во всем бульоне в любой готовке это как бы все лишнее ненужное что выходит из продукта если она остается той субстанции на воде в данном случае то она как бы в этом и варится продолжается процесс взаимообмена картофель отдает потому что ему не нужно а вода дает свое картофель понял если в воде находится что-то уже не нужно картофель будет обратно брать поэтому лучше снимать но я это делаю если честно не все это дом мясе говорят это вообще шлаки выходят но не знаю ой ты знаешь кто как говорит кто как говорит и смотря какое мясо если у тебя мясо домашние там свиньи говядины курицы неважно да в чем ты уверен на все 100 процентов то французские великие шефа не знаешь как делать пенка появляется вода уменьшается потому что испаряется да вот у меня кисточка и это пенка расходится по краям по бортикам кастрюли и начинает подсыхать потому что вы даже опускаю они вот берут макают еще натуральную кисточку не силиконом в эту водичку и собирают собирать и возвращает это обратно потому что мы теряем мы теряем вкус и просто мясо которые так долго там их набиралось и росло поэтому и это реально вот школе ликорден блю меня учили чтобы собирать и по итогу и кастрюлька чистая нет вот этих некрасивых знаешь остаточков и накипов так сказать и максимально там по технологии по библии кулинарный ты готовишь но когда мы купляем покупаем мясо и не уверены в его качестве то тогда лучше сделать еще и знаешь второй бульон вот первая закипела мы слили лучше и потом уже во вторую холодную воду кладем и собираем потом пену вот я бы делала так реально с домашней курицы я бы не собирала шум скажи сколько варится картошки точнее не сколько и варится до какого состояния она не должна быть сильно разварена должно быть чтобы деревянный объект какой-то зубочистка легко входил сердцевину картошки кстати французские шефы тоже очень ругают если ножом пробуешь мы мои хозяйки дома делаем это всегда потому что это быстрее чем найти зубочистку наверное но вот лучше деревянным чем-то палочкой пробовать и она не должна после этого развалиться раз паста уля ты заметила что чистильщик гороха хочу говорить мне кажется надо провести ревизию а я жду пока зрители что это такое гриша это подбраковка не прошло контроль и примеряю по размерчику те кто не подходит выбрать а это я так понимаю а пока вот эти своими пальцами вот такими большими будешь их собирать по полу у тебя получится это я так понимаю удочка в следующий выпуск то есть скоро нас на канале ждет что-то из гороха 10 лет снимать не удочка крючок кирюша а ну а крючок кирилл кирилл возвращайся ко мне соус перебитый я еще приперчиваю если у вас перец горошком то добавлять его конечно же в самом начале чтобы она все вместе перебивалась у меня такой фреш поэтому в конце но перед этим обязательно попробовать нам важно острота насколько она проявлена соль кислинка перчик хорошо пошел и укропа в принципе меня все устраивает масло растительного больше не нужно вы видели мы добавили где-то грамм сорок там было две хороших столовых ложки какой там песта кто сравнится с пестом укроп наш такой ароматный очень важен вот этот остренький перчик он дает хорошую консистенцию да не что похрустеть ну вот вы попробуете вы поймете кстати вот не перебился семечко лимона и так наш картофлессо готов деликатненько достаем не разваливалась там на сито или ложечкой или шумовкой какой-то и кстати больше всего больше всего люблю вареные вареные картофель вкусный конечно запеченный не знаю в духовке в залив чем угодно слушай да вот ты знаешь вообще название сортов картофеля и какой твой любимый это вот у мамы есть дома растет белороса хороший и кубанка вот кубанка самое отличное для пюре для отварки вот это любимое а их существует очень много все зависит от региона и вкус ее будет зависеть от почвы да вот земли которая там потому что это на севере украины это более песочная глинистая земля у нас на юге это были черноземы и это очень сильно влияет на вкус картофеля поэтому каждый сорт будет по-разному себя проявлять потом от картошку положили и теперь это счастье как она пахнет открывается на горячем картофель и здесь этой заправки прям значит много не мало и ваш молодой картофель в новой интерпретации готов я вас благодарю что были с нами готовьте наслаждайтесь сезоном молодого картофеля обязательно подписывайтесь и ставьте лайк пожалуйста